Амурская осень, день номер четыре. Сегодня показываем масштаб фестиваля и будет очень много событий. Эта выставка прекрасная возможность посмотреть хотя бы на костюмы, если вы так и не попали на спектакль. Вот, например, пиковая дама. Огурчик, посмотрите, как живой. Я просто в восторге. А вот и трость из Евгении Онегина. Кстати, этот спектакль в этом году к нам тоже привезли. Выставка будет работать до 23 сентября. Все показывать не будем. Приходите сами смотреть. Да, в этих костюмах правда выступали на сцене. И, кстати, в этом году театр 100 лет исполнилось. Юбилей! Следующая точка арт-галерея. И мы идем на спектакль Эдит Пиаф. Это моно-спектакль, где участвует только одна актриса. Будет что-то шикарное и грандиозное. ПЕСНЯ Ну вот и все. Это последняя Амурская осень, на которой я работаю. Я вам очень сильно завидую, потому что я тоже хочу вон там сидеть в зале и это смотреть. Потому что это, блин, потрясающе. А иногда работа на Амурской осень — это просто смотреть, как кто-то ест и ничего не есть. Амурская осень привозит не только готовые продукты, такие как кинофильмы или спектакли, но и мастеров, которые могут поделиться своим опытом и провести какие-то классы для ребят. Вот сейчас мы пойдем в танцевальный класс. Там! Танцуют! Я не танцую. Наверное, больше хочется некого анализа, да, то есть, что происходит, да, то есть, я сейчас на пятую, да, чувствую. Я стараюсь растянуть. Юля, поделись впечатлениями, как тебе мастер-класс? Мне все безумно понравилось, в первую очередь, потому что это фестиваль кино и театра, а привозят артистов, которые могут дать что-то большее. А мы вновь поменяли локацию и пришли смотреть фильмы. Кстати, каждый день в рамках Амурской осени у вас есть возможность бесплатно сходить в кино и познакомиться с картинами режиссеров, которые, кстати, приехали и самостоятельно презентуют свои фильмы. Вечерей, это событие все не заканчивается. Идем в спектакль смотреть. У нас сегодня близость. Амурская осень настолько масштабная, что она не прекращается даже ночью. Мы сейчас в островах, здесь все закрыто и снимают фильм. Кстати, режиссер тот же самый, который снимал в прошлом году «Мечта Сидзо». Премьера, кстати, планируется в следующем году. «Мечта Сидзо» 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 Продолжение следует...